Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Очень рад, что вы с нами сегодня. Мы изучаем первую главу книги Откровения. В частности, мы разбираем видение Иоанна Богослова Превознесённого Христа. Я уверен, что сегодня вы узнаете много нового из Слова Божьего. Поэтому при готовке ручку или карандаш, возьмите записную книжку и Библию. Нам предстоит серьёзное изучение, и вам потребуется вести записи. В предыдущих выпусках мы разбирали первый стих первой главы и рассматривали, что означает слово «откровение». В конце этого стиха автор сообщает, что его имя Иоанн. Он снова называет себя в стихе четвёртом. А в девятом стихе апостол говорит «Я Иоанн». Трижды за девять стихов он упоминает своё имя. Это апостол Иоанн. В девятом стихе первой главы книги «Откровение» он говорит «Я Иоанн, брат ваш и соучастник, в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье, и за свидетельство Иисуса Христа». Обратите внимание на фразу «Был на острове, называемом Патмос». В прошлый раз мы рассказывали о том, что Патмос был одним из наиболее опустошённых мест на планете. Он служил местом ссылки разного рода преступников, как обычных правонарушителей, так и политических заключённых. Иоанн, очевидно, арестовали в городе Ефесе по обвинению в совершении какого-то политического преступления. В Ефесе была огромная площадь, названная в честь Домициана, где стоял внушительных размерах храм, посвящённый императору. В храме служили священники, совершавшие службы во имя Домициана. Также на площади был большой жертвенник, где во славу императора приносили жертвы, и где ему поклонялись как Господу и Богу. Недалеко возвышалась статуя Домициана. Судя по сохранившимся фрагментам этого извояния, её размеры поразили бы воображение даже современного человека. Императору поклонялись по всей Римской империи, но в Ефесе культ поклонения Домициану процветал с особой силой. Вероятно, Иоанн отказался поклоняться императору. Возможно, его схватили, когда он не склонил свою голову перед статуей или не сжёг щепотку благовония. Кто-то обратил внимание на его отказ выполнить один из ритуалов, и Иоанн был арестован, этапирован в Рим, где суд над ним вешал сам Домициан. Потом его отправили обратно в Ефес, посадили на корабль и доставили на остров Патмос, находившийся в 40 километрах от Средиземноморского побережья. Так апостол оказался в колонии для преступников Римской империи. Это было ужасное место, своего рода алькатрас первого века нашей эры. Иоанна, не совершившего ни одного преступления, бросили страдать в заточении за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа. В момент, когда Иоанн, возможно, чувствовал себя покинутым всеми, Иисус пришёл к нему. Об этом мы читаем в первой главе книги Откровения в 10 стихе, и с этого момента мы продолжим наше изучение сегодня. Откровение 1.10. Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Начнём с этого стиха. Во-первых, Иоанн говорит, «Я был в духе». Слово «дух» в греческом тексте написано строчными буквами, поэтому его нужно истолковывать соответственно. Поскольку слово «дух» начинается со строчной буквы, это значит, что Иоанн имел в виду не в Святом Духе, а скорее в Духовном мире, в Духовном измерении. Он даже сообщает нам, как он туда попал. Фраза «я был» по-гречески «гиномай» дословно означает «был захвачен врасплох», оказался где-то или встретился с кем-то неожиданно для себя. Это выражение несёт смысл элемента внезапности. Употребляя слово «гиномай», Иоанн говорит, что не представляет, как оказался на том месте. Он не знал, как это случилось. В тот день он ожидал такого менее всего. Мы знаем, что это был за день, потому что в 10 стихе апостол пишет «Я был в Духе в день воскресный». День воскресный — это перевод греческого слова «куриакос», которое вовсе не означает «шаббат» или «воскресенье», первый день недели, когда христиане поклоняются Богу. Слово «куриакос» происходит от греческого «куриос», что значит «господь», и носило смысл в Великий День Императора, день, в который провозгласивший себя Богом Домициан велел каждому человеку в империи приносить жертвы в честь правителя. Это был день поклонения Домициану. И именно в тот день, когда все поклонялись лже-богу, Иоанн находился в пещере на острове Патмос. В 9 стихе он очень четко говорит «Я был на острове», в греческом тексте «в острове», потому что он находился внутри пещеры. Эту пещеру, где жил Иоанн, впоследствии назвали пещерой Откровения. «Я был в этой пещере много раз». Итак, Иоанн находился в своей пещере и пережил там то, что он назвал геномай. Это слово снова встречается в 10 стихе, и, напоминаю, передает смысл неожиданного происшествия. Фразу Иоанна можно перевести так. «Я неожиданно для себя оказался в духовном мире, в духе» с маленькой буквы в греческом тексте. Перевод можно расширить. «Я не знаю, каким образом, в результате целого ряда событий, способом, о котором я никогда не знал и не смог бы воспризвести, я очутился в духовном измерении». Слово «геномай» также используется в 10 стихе, 10 главы книги «Деяний», для описания состояния Петра, когда он получил видение, находясь на крыше дома. «Деяние 10.10». Библия говорит, что Петр был наверху дома, ожидая обеденной трапезы. При этом, согласно одному из английских переводов, апостол вошел в транс. Выражение «вошел в» — то же самое слово «геномай». Таким образом, у Петра тоже было подобное переживание. Петр поднялся на крышу дома с целью дождаться обеда, а не войти в состояние транса. Он просто ждал, когда его позовут есть. И пока он ждал, он пережил «геномай». Непонятным для него самого образом вошел или впал в трансовое состояние, с помощью которого он перешел в другое измерение. Изучая, каким образом люди видят пророческие сны или получают видение, в Писании можно понять, что они никогда не стремятся попасть в духовный мир. Как правило, это люди, которые занимаются своими повседневными делами и внезапно переживают геномай, когда Бог буквально вторгается в их мир. Именно таким образом видения и сны приходят к людям, которых посещает Бог. Именно это произошло в 10 стихе 1 главы книги Откровения. Иоанн находился в пещере на острове Патмос, где он страдал за свою веру, когда внезапно испытал геномай. Он сказал, «Я был, не зная, каким образом или способом, который сам воспроизвести не смогу, неожиданно оказался в духе», или дословно по-гречески «в духовном мире», в духовном измерении, в Куриакас, в национальный день поклонения императору, когда все поклонялись лжебогу, истинный правитель Вселенной вошел в мою пещеру». Вот о чем сообщает нам Иоанн. Послушайте, что он еще говорит в 10 стихе. «Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Слова «громкий» в греческом тексте «мега» и «голос» по-гречески «фоне», объединение этих слов дает сочетание «мегафоне», что значит «очень-очень громкий голос», который раздался за спиной Иоанна. И этот голос говорил. Он говорил. Это было провозглашение. И это был голос Иисуса, который обращался к Иоанну. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Альфа — это начало греческого алфавита, а Омега — его последняя буква. Это конструкция, которая использовалась как в христианских, так и в светских кругах того времени. Это означало «я — начало и конец». Я — Альфа и Омега. Я — первый и последний. И я — все, что есть между началом и концом. Таково описание Иисуса, который говорит «Я — вседостаточный Бог. Я — все, что существует». И потом он велит. «Иоанн, запиши то, что ты увидишь, в книгу. И разошли ее в семь церквей, находящемся в Асии». Он называет города, где находятся эти семь церквей. Эфес, Смирна, Ирган. Название этого города произносилось в первом веке как «Пергамон». Фиатира, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Так назывались семь городов, где были семь церквей. Почему именно эти семь городов и эти семь церквей? Город Ефес, это еще объяснимо, был самым большим городом в Асии и одним из крупнейших городов Римской империи. Ефесская церковь являлась самой крупной церковью в античной истории. Ее основал апостол Павел в 52-м году н.э. Он приплыл в Ефесский залив, проповедовал Евангелие в городе и создал там штаб-квартиру своего служения. В Божьем провидении ничего не происходит случайно. Ефесс называли «вратами Азии». Он был наиболее живописным городом своего времени, а его жителей считали самыми образованными людьми. Если кому-то нужно было совершить что-то важное, то Ефесс был вратами в весь Асийский регион. «Святой Дух послал Павла и его команду в Ефесс, зная, что Евангелие, проповеданное в этом городе, сможет проложить себе путь дальше в Азию». Итак, в Ефессе зародилась церковь. Павел пробыл там два года. Об этом мы читаем в 19-й главе книги Деяний. Пока апостол находился в Ефессе, в других городах также появлялись церкви. Например, в городе Смирно, который располагался в 55 километрах от Ефесса. Чуть дальше был город Пергамон, где находилась официальная резиденция губернатора, правителя Асии. Этот город имел стратегическое значение, и там была основана церковь. Потом церковь появилась в Феотире, в городе, который был когда-то построен, чтобы защищать Пергамон. Также церковь возникла в Сардисе, очень богатом, легендарном городе. Далее появились филадельфийская и ладикийская общины. Во всех этих семи городах были поставлены поместные церкви. Иногда мы задумываемся, как Бог посылает людей, чтобы основать церковь. Как Он направляет их и говорит им, что им нужно делать? В вышеуказанных случаях все было просто. Все эти семь городов стояли на одной дороге, имеющей форму кольца. Иногда ее называют почтовым путем. Если вы поедете по этой дороге из Ефеса, следующим населенным пунктом на вашем пути будет Смирно. Если ехать дальше, то прибудете в Пергамон. Продолжив путь, вы приедете в Феотиро. Далее вы попадете в Сардис, Филадельфию, Ладикию и завершите свое путешествие, вернувшись в Ефес. Поэтому Павел и его команда получили очень несложное повеление свыше — евангелизировать Азию. Для этого нужно было просто идти по дороге. Наставления Святого Духа порой бывают очень практичными. Миссионеры просто шли по почтовому пути и заходили в главные города, стоявшие вдоль дороги. Нам известно, что упомянутые большие города, в которых были поставлены церкви, стали своего рода региональными евангелизационными центрами. Например, Тимофей, будучи пастором Ефесской церкви, также отвечал за все поместные церкви в регионе. Мы знаем, что в Смирне была похожая система. В населенных пунктах вокруг главного города зародилось множество общин, шефство над которыми взял на себя пастор головной церкви в Смирне. То же самое можно сказать обо всех семи городах. У нас много информации о церквях в этих городах. Мы знаем, что церковь в Ефесе была основана Павлом. Когда апостол покинул город, пастором церкви стал Тимофей, который возглавлял ее до примерно 80-го года н.э., когда его убили на одной из Ефесских улиц. После смерти Тимофея апостол Иоанн стал пастором церкви в Ефесе. Итак, мы многое знаем о том, кто нес пасторское служение в Ефесской церкви. Что нам известно о Смирне? Существует документ, датируемый вторым веком н.э. В нем сообщается, что первым пастором Смирнской церкви был человек по имени Страдий. Ранние христианские летописцы говорят, что Страдий был родным братом Тимофея. Его имя не упомянуто в Библии, но о нем говорится в тексте, созданном во II веке н.э., сообщающем, что он был братом Тимофея и пастором церкви в Смирне. Представьте себе, Тимофей несет пасторское служение в Ефесе, а его родной брат — в Смирне. Церкви этих городов общались друг с другом. Ефесская церковь находилась в постоянном контакте со всеми церквями в Асии, потому что они все появились в результате ее миссионерской деятельности. Между христианами семи городов было хорошо налажено общение. Иисус знал, что, обращаясь к ним, Он укажет им не только на их собственные проблемы, но и на задачи для всех семи церквей. Число семь — это символ завершенности. Адресуя свои послания семи церквям с семи особыми нуждами, Иисус говорит о проблемах общих для всех церквей в мире того времени и тех, которые будут существовать на протяжении всего века церкви. Однако давайте посмотрим, что Иисус говорит дальше. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли к церквям, находящимся в Азии. В Ефес». Конечно же, он начинает с Ефеса, так как этот город был вратами Азии. И в Смирну. Мы знаем, что этот город стоял на дороге, идущей от Ефеса. «Пергам» — еще один город на пути. «Феатиру» — это еще один город на пути. И в Сардис. Это легендарный богатый город, также построенный на той же дороге. И в Филадельфию — еще один город на дороге. И в Ладикии. Если продолжить путь, то можно вернуться в Ефес. В центре этого кольца находилась так называемая Ликийская долина, где располагались города Колоссы, Иераполь и многие другие населенные пункты, где служил апостол Павел. Но Иисус обращается лишь к церквям семи городов. Заметьте, что говорится в 12 стихе. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись...» Слово «обратиться» по-гречески буквально означает «повернуться». Это говорит нам о том, что Иоанну не привиделось описываемое им событие. Он находился в физическом мире. Источник голоса, который он услышал, был буквально позади него. И когда Иоанн говорит, что он обратился, он действительно повернулся на голос, звучавший за его спиной. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Кто обращался к Иоанну? Иисус. Иисус говорил Иоанну. В 10 стихе Господь назвал себя, сказав, «Я есть Альфа и Омега, первые и последние». Мы знаем, что это был голос самого Христа, который разговаривал с Иоанном. Вероятно, Иоанн узнал этот голос, ведь он так часто слышал его раньше, и он пронес воспоминания об Иисусе через многие годы, ожидая встречи с Господом. В 10 стихе говорится, что он услышал голос. Он узнал его. Он быстро обернулся на знакомый зов, ожидая увидеть Иисуса. Но что же он увидел? «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Мы знаем, что означают светильники, поскольку в Откровении 1.20 дается истолкование. В конце этого стиха говорится, «Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Итак, «Семь светильников» представляют семь церквей в Ефесе, Смирне, Пергамоне, Феотире, Саргисе, Пиладельфе, Ладикие. Семь светильников символизируют эти семь церквей. Иоанн отмечает одну деталь. Все светильники были золотыми. Когда мы слышим слово «светильник» или «твеча», мы представляем себе приспособление, похожее на эту. Но дело в том, что до XIV века, по прошествии многих и многих столетий после написания книги Откровения, не существовало массового производства подсвечников. В таком случае, что означает слово «светильник», упомянутое в XII стихе первой главы книги Откровения? Это греческое слово «лакния». Оно описывает не свечу, а лампу, похожую на эту. Это была лампа, в которой горело масло. Кстати, эта лампа была изготовлена в I веке н.э. Посмотрите внимательно. Она сделана из глины, и она прекрасна. Это иродианский светильник. На нём есть изображение. Лампа снабжена ручкой и носиком. Её наполняли маслом. И когда её фитиль горел, лампа давала свет всем, кто был в доме. Светильники отличались друг от друга. Например, это еврейская лампа, о чём говорят её форма и оформление. Это греческая масляная лампа. Она настоящая. А это римский светильник. Они имеют отличия, но они выполнены в едином основном стиле. У них схожее строение и функциональность. Они могут отличаться внешне. На самом деле, все лампы выглядели по-разному. Их изготавливали вручную, поэтому невозможно было добиться идентичного сходства. Итак, не существовали ни одной лампы, абсолютно похожей на другую. У каждого светильника были свои особенности. И это очень важно, поскольку мы говорим о церкви. Нет ни одной церкви, абсолютно похожей на другую. У церкви есть схожие базовые функции. Они должны быть наполнены маслом, елеем Святого Духа. У церкви должны быть ручка, чтобы Господь направлял её. Наполнение Святым Духом, направление от Господа. Также должно быть отверстие, куда помещается фитиль, который погружается в масло, пропитывается им, и тогда он способен гореть и давать свет всем, кто в доме. Подобным образом действует церковь. Она как масляный светильник этому миру. Церковь должна быть наполнена драгоценным елеем Святого Духа. Мы призваны получать направление от Господа, чтобы Его свет сиял там, где это необходимо. Своими устами мы провозглашаем Евангелие. И когда мы насыщаемся Святым Духом и воспламеняемся силой Бога, то становимся ярким светильником, чтобы освещать тьму. Таково предназначение церкви. Светильники в Древнем Риме и Древней Греции изготавливались из глины. Это хрупкий материал. Такой сосуд легко разбить. Лампы часто приходилось менять. Однако в описании Иоанна мы видим, что светильники, которые он увидел, были сделаны из золота. Семь золотых светильников. Или семь золотых ламп. Золото по-гречески — крусос. Самый драгоценный металл в первом веке. Это слово означает «чистое золото». Это прекрасно. Иоанн слышит голос за своей спиной. Он понимает, что голос принадлежит Иисусу. Сам Господь обращается к нему, говоря, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Сам Христос говорит с ним. Иоанн поспешно оборачивается, об этом говорится в 12 стихе. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». Он ожидал увидеть Христа, но вместо него он увидел церковь. Иоанн думал, что, обернувшись, встретится со Христом. Но его взору предстала церковь, которую символизировали семь золотых светильников. Они были из золота, потому что мы для Иисуса — чистое золото. Да, в церкве есть недостатки и проблемы, но для Бога, для Иисуса, церковь создана из чистого золота. Господь пролил свою кровь за нее. Он искупил ее. Он умер за нее. И даже если у церкви есть недостатки, Христос любит ее и находится посреди Своей церкви. Для Него она золотая. А мы, как церковь, должны наполняться Святым Духом, направляться Богом, насыщаться Духом, гореть ярко и сиять в темном мире. Библия говорит в 13 стихе первой главы книги Откровения, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому. Обратите внимание, что Христос не стыдится церкви. Сегодня люди могут критиковать церковь за ее проблемы и недостатки, разочаровываться в ней. Некоторые сторонятся ее. Но Христос, который является главой церкви, который отдал свою жизнь за нее, не стыдится своей церкви. В 13 стихе использовано выражение «посреди семи светильников». Слово «посреди» по греческой «месо» означает «в самом центре». Кто в центре? Христос. И он пишет, «увидел посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Сам Христос стоит посреди Своей церкви. Вот что увидел Иоанн в первой главе книги Откровения в 10, 11 и 12 стихах. Мы затронули начало 13 стиха, но время нашей передачи подходит к концу. С этого момента мы продолжим в нашем следующем выпуске. «Я люблю церковь». Помните, что Христос любит ее. Не важно, что вы видите физическими глазами. «В глазах Бога она — чистое золото. Она искуплена кровью Иисуса. Она драгоценна для Него, как чистый золотой сосуд, наполненный Святым Духом, чтобы ее свет сиял во тьме». Вот для чего существует церковь и кем мы являемся. Итак, мы завершаем нашу программу. Если у вас есть молитвенные нужды, сообщите нам о них. Мы будем молиться за вас. Воспользуйтесь информацией на вашем экране, чтобы связаться с нами. Наша команда будет молиться за вас, как только получит ваше сообщение. Помните, о чем говорит книга Екклесиаста 8.4, где слово «Царя» — там власть. Пусть сила Слова Божьего высвободится на вас сегодня. Увидимся в следующей программе. Библейские события оживают на страницах книги Риккореннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны Первые Церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Книга «Свет во тьме», том 1, в деталях расскажет вам о пребывании апостола Иоанна на острове Патмос, а также о его встрече со Христом. Окунувшись в атмосферу событий Первого века, вы сможете почувствовать то, что пережил Иоанн, находясь рядом с Иисусом. Эта книга углубит ваши знания о Личности Христа и поможет по-новому взглянуть на многие библейские истины. Скачайте ознакомительную версию бесплатно на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнёров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество всё дальше отходят от библейского учения и всё больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библии, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является Словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнёров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии, как единственного источника истины. В 105 стихе, 118 главы книги Псалмов, Слово Божье названо «светильником в ноге» и «светом в стезе нашей». Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнёром и помочь нам нести библейское пробуждение всё большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краёв земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнёром и посеять наше служение, ведь помогая нам, вы помогаете другим. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнёром служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова